На РБК региональный блок новостей мы вещаем из отеля Краун Плаза Уфа. С вами Маргарита Гафарова. Здравствуйте. В Башкортостане все высшие учебные заведения вновь переходят на дистанционный формат обучения из-за распространения COVID-19. Из дома будут учиться студенты, независимо от курса. Об этом сегодня на оперативном совещании доложил министр образования и науки республики Айбулат Хажин. По его словам, в последнее время резко возросло число заразившихся новой коронавирусной инфекцией. Ежедневно в вузах регистрируют до 50 инфицированных. Решение, отправлять ли на дистанционку учащихся выпускных курсов, будет принимать руководство учебных заведений. В колледжах и техникумах прирост заболеваемости пока невысокий, поэтому студенты СУЗов продолжат учебу в обычном формате. Ну и напомню, с 1 сентября на очное обучение в вузах вышли только первокурсники бакалавриата и магистратуры. Остальные студенты занимались удаленно. 32 человека войдут в команду Центра стратегических разработок Башкортостана. Так называемый инвестиционный спецназ будет заниматься экономикой развития. Кадровый отбор в новую структуру прошел в Уфе в жанре реального телевидения, детали проведения которого до последнего дня держали в тайне. Такой нестандартный формат конкурсного отбора специалистов в России применили впервые, чтобы соблюсти все рекомендации Роспотребнадзора. В кабинете, где проходили индивидуальные собеседования, установили видеокамеры. Из соседней комнаты через специальное стекло, зеркальное со стороны претендентов, за ходом разговора наблюдала конкурсная комиссия. Основными критериями оценки участников были стрессоустойчивость, умение импровизировать и оперативно принимать решения. Всего к участию было заявлено 100 человек, 66 прошли в финал. Из них 32 человека сформируют управленческое гидроцентра, остальных включат в кадровый резерв. Центр статистический гидроцентр от Астана и ранее выступал в роли одного из каналов потенциального социального лифта для тех, кто там работает. И чьи знания будут востребованы потом в разных сферах жизни республики. Так, я думаю, что и сейчас будет то же самое, и как принято было и ранее. Люди, которые придут в него работать и которые проявят себя с лучшей стороны, будут иметь отличные перспективы дальнейшего карьерного роста и возможности реализации собственного потенциала. Напомню, Центр стратегических разработок создан в регионе этим летом указом главы Башкортостана. Структура будет заниматься подготовкой и реализацией проектов и стратегических инициатив, направленных на развитие экономического потенциала республики. Предприниматели Башкортостана могут получить экспортный кэшбэк, если успеют подать заявку до 8 ноября включительно. Об истечении сроков напомнили в региональном госкомитете по внешнеэкономическим связям и конгрессной деятельности. По словам главы ведомства Маргариты Болочевой, заявки уже подали 15 компаний. И еще столько же госкомитет сможет субсидировать, если предприниматели вовремя предоставят документы. Получить ее могут те экспортеры, которые впервые экспортируют в новую страну или впервые экспортируют в новый пилотный товар. Субсидия не превышает 3 миллионов и не больше 50% налогов уплаченных за прошлый год. Кроме того, предприятия могут воспользоваться субсидией на возмещение затрат на международную сертификацию. Сейчас соглашение на ее предоставление заключили уже 14 компаний на сумму 5,5 миллионов рублей. Воспользоваться грантом могут еще 12 субъектов МСП. Также госкомитет предоставляет субсидию на транспортировку товаров за рубеж. На все эти цели из регионального бюджета в 2020 году выделено 215 миллионов рублей. 30 предпринимателей прошли обучение в школе предпринимательства на базе торгово-промышленной палаты Республики. Курсы длились неделю, а в завершение слушателям вручили сертификаты выпускников. Участники изучили стратегию управления предприятием, преодоление негативных последствий COVID-19 для бизнеса, подбор персонала, маркетинг, финансовое планирование, рентабельность предприятий и бухгалтерский учет. С каждым слушателем курса была проведена индивидуальная работа на примере их собственного бизнеса. Здесь, на этом курсе, действительно помогли разобраться с, в первую очередь, маркетингом. Я очень много узнал про маркетинг, про то, как планируется бюджет маркетинга, про то, что он вообще есть. Я узнал, что такое кейсы. Мой кейс разбирали здесь поэтапно, очень подробно. Огромное спасибо спикеру Яне. Очень много полезной информации, инсайты. Я думаю, это очень поможет мне и нашей компании для дальнейшего развития. Мы просто заряжены на успех. Программа была разработана корпорацией МСП для обучения действующих бизнесменов, желающих развить, расширить или перепрофилировать бизнес при поддержке и содействии Госкомитета по предпринимательству. До конца года обучающие курсы пройдут еще в Уфе, а также в Салаватском, Архангельском, Училинском, Нуримановском, Благоварском и Иглинском районах республики. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. Следите за новостями вместе с РБК ОФА.